Выставка современного церковного искусства и архитектуры открылась в Москве в культурно-просветительском пространстве «Башня» при Владимирском храме в Тушине. В экспозиции представлены произведения в различных жанрах. Увидеть все эти работы в одном выставочном пространстве – события. Совсем скоро многие будут переданы в храмы и не только в России, но и за рубежом. Галина Ледвина расскажет подробнее. Экспозиция открылась в здании, специально спроектированном и построенном для проведения выставок. Проект собрал первоклассных мастеров современного сакрального искусства. Это иконописцы, и мызычисты, архитекторы, и скульпторы, керамисты и ювелиры, бережно сохраняющие традиции древности и в то же время создающие уникальные авторские произведения искусства. В чем здесь изюминка? В том, что многие работы, которые вы видите, они привезены из храмов. Или же готовятся к монтажу. Замечательная работа мастерской с Свято-Елизаветского монастыря в Беларуси, распятие, которая будет размещена в храме в Песках Святой Богородицы. И здесь собраны художники различных направлений, различных своих школ. Свои работы представили мастера из Беларуси, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-Великого и многих других городов. Иконостас мастерской Гребенниковых совсем скоро отправит во Францию. Он будет размещен в церкви преподобного Сергия Радонежского в городе Бордо. Применил много интересных техник ювелирных. Там и басма, и скань. Скань с подкладкой перламутра очень интересно смотрится. Украшена жемчугом, полудрагоценными камнями. А перламутр, он с разных точек зрения по-разному светится. И дает такой волшебный интересный эффект декоративный. А вместе со сканьюс, и рядом, когда есть жемчуг и полудрагоценные камни, это создается такое волшебное впечатление о работе. Отдельная часть экспозиции посвящена архитектурным проектам и постройкам, показывающим различные направления и традиции храмостроительства. Это работы организаций заслуженных мастеров и молодых художников. Строится все, что только можно. И византийский стиль, и наорусский, и московский 15 век, и Псков, и Новгород. Но во всем этом идет такой живой поиск, живой творческий поиск. А что же такое подлинная русская архитектура? В то же время взгляд вперед. Мы не можем оставлять храмы где-то на задворках архитектуры, потому что она развивается, есть новые материалы, есть новые требования к пространствам. Храм Казанской иконы Божьей Матери в традициях Псково-Новгородского стиля с элементами модерна. Он доминанта скита Свято-Преображенского Влаамского монастыря. Представлены на выставке и объемные макеты храмов. Уникальный храм – это город Краснодар. Он уже практически строится. Сейчас разрабатывается рабочая документация, интерьеры. Этот храм посвящен памяти всех убиенных воинов в истории нашего Отечества. Это и Древняя Русь, это и какие-то междоусобицы, это и Великая Отечественная война, это и последнее событие. И, конечно, вот эта память живая, где будут молиться о душах усопших солдат. Вот это такой храм-памятник. И что в нем интересно, здесь на первом этаже как раз будет организован музей. Выставка показывает яркость, самобытность, разнообразие современного церковного искусства. Наглядно демонстрирует его развитие и творческий поиск. Это все-таки пространство поиска. Опоры где-то больше, где-то меньше на предшествующие работы, на тех художников, на те шедевры, которые веками создавались. Ну, не только даже на Святой Руси. Здесь мы увидим и где-то, значит, какие-то отсылы к византийской архитектуре, к западной архитектуре, вот, и даже современной архитектуре западной. Хочется пожелать всем успехов творческих, вот, прекрасных плодов этого творчества, чтобы земля наша украшалась прекрасными храмами. Познакомиться с примерами современного церковного искусства и архитектуры в центре башни можно до 31 июля. Для посетителей выставка доступна со среды по воскресенье. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин